Конечно, это все шокировано. Я позвонил послу, поделился своими чувствами. Это действительно трагедия для всех, для иранского народа. Пожелал, естественно, крепости духа. И, в общем-то, тоже напомнил, что ночью, поздно вечером вчера наш президент встречался с послом Ирана. Я так понимаю, обсуждались в том числе вопросы о оказании содействия необходимого в тех поисковых работах. Но, к сожалению, такой трагический итог. Какие тут могут быть комментарии? Конечно, все шокировано. Сергей Павлович, а как считается, это может как-то на региональной стабильности сказаться тот мир, который пытается установить? Ну, давайте сейчас на этом этапе оставим аналитикам, экспертам, которые сейчас, безусловно, будут высказывать разные оценки, прогнозы. Вот, я воздержусь. Можно тогда по сегодняшнему мероприятию? Ну, дата говорит сама о себе. Сто лет – это действительно знаменательное такое событие. Вот, знаменательное не только количеством лет, но и тем, что оно как бы подводит такой промежуточный итог, в общем-то, очень такому важному и славному пути этого отряда, который был создан, как сегодня говорилось, в 24-м году. До этого – это Александропольская рота. И, конечно, тот период, в который действовал временной промежуток отряда, он, как мы все знаем, богат самыми разными событиями. И поэтому, конечно, боевой путь, ну, скажем, не боевой, да, а путь этого погранотряда, это, конечно, будет, безусловно, славный и отражающий в том числе и то качество отношений, которые всегда были между российским и армянским народами. Сегодня наши пограничники достойно несут вот эту боевую вахту, я думаю, они, не преувеличившись, скажу, что они действительно очень на достойном уровне несут ту эстафету, которая им передана их предшественниками. Сегодня очень важно, чтобы были и ветераны на этом мероприятии, и молодые друзья пограничника. То есть вот эта преемственность поколений, она была, ну, как бы видна воочию. Вот, конечно, и сейчас мы переживаем непростые времена, регионы, и Республика Армения, и Российская Федерация, что события в регионе, они очень динамичные. Есть, создаются, с одной стороны, возможности для установления прочного мира, процветания региона, но появляются и новые риски, к сожалению. И это все, безусловно, отражается и на той миссии, которую выполняют пограничники. Еще один момент, который я хотел бы подчеркнуть, что пограничные службы, как я уже сказал, это очень такое символическое, на мой взгляд, явление в наших отношениях, отражающее их характер, качество. Все мы знаем, что в погранвойсках, в том числе и в Нинаканском погранотряде, совместно несут службу граждане России и граждане Армении. Ну, и пограничники по роду своей деятельности, по роду своей службы, очень часто тесто связаны с местным населением, с местной властью. То есть это действительно очень такой важный фактор в наших отношениях между Россией и Республикой Армении, между нашими народами, потому что это, в общем-то, связь на таком уровне и личном, постоянная. Поэтому, конечно, можно только, во-первых, поблагодарить наших пограничников за то, как они несут свою службу. Но, как я говорю, наших пограничников, я имею в виду и российских, и армянских пограничников. Ну, и пожелать им, ну, прежде всего, конечно, мира, здоровья, крепости духа, успехов, ну, и всего того же их близким, который является таким тылом, без которого служить очень-очень трудно. Вот так что вот так. Мы можем быть уверены, что этот путь продолжится еще сто лет? Ну, да, 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 давайте мы как бы... Так далеко. Да, так далеко. Сложно смотреть, мир очень динамичный. Ну, это не для... Мне, как бы, сложно здесь вам давать какие-то комментарии. Мы знаем, да, это часть наших соглашений нашего, да, то есть вот этот частный участок, да, соглашения действуют. Вот, вот что я могу сказать. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. И по итогам, вы знаете, да, встречи 8-го числа тоже были и официальные на счет заявлений, и пресс-секретарь президента говорил, и наш директор Федеральной службы безопасности. Так что служба продолжается здесь, в том числе и на этом очень важном, очень непростом участке. Хорошо, спасибо. Спасибо вам.